здравствуйте меня зовут федор васильев и мы с вами продолжаем настраивать компонент комментариев j comments мы с вами остановились на вкладке настройки мы прошли с вами вкладку общие и теперь переходим на вкладку вид первое значит поле это шаблон по умолчанию у нас здесь есть только дефолт вообще как бы изначально шаблон комментариев мне не очень нравится то есть смотрите если мы перейдем с вами в товар посмотрим на комментарии именно вот этот отображение вот этих вот боксов комментарий вот это поле для ввода комментарий вот это все и есть шаблон вообще шаблоны в сети бесплатно найти как бы хороших я не знаю где я позже вам дам ссылку на магазин где можно приобрести для данного компонента j comments специальные шаблоны они недорогие в районе 400 рублей за шаблон перейдем на мой сайт я на своем сайте тоже использую компонент j comments и вот вы видите комментарии выглядит совсем по-другому вообще все по-другому выглядит я как раз приобрел себе шаблончик для j comments вы видите да все выглядит по-другому и этот шаблон отлично смотрится на мобильных устройствах то есть после приобретения шаблона нужно шаблон разместить нужную папку и потом здесь он в списке появится здесь вы очень легко будет сменить графические смайлы показать или нет но я надеюсь вы знаете что такое смайлы да это вот эти вот смайлики то есть вы сами решаете нужно показывать или нет дополнительные биби коды стоит по умолчанию нет у нас с вами здесь еще будет вкладка дополнительные биби коды мы можем перейти здесь многие отключены какие-то включены то есть это вставка например ролика с ютуба еще там что-то можно зайти внутрь биби кода посмотреть что это такое кнопка права то есть кому будет видны эти биби коды можно выставить до чтобы не зарегистрированные пользователи например не могли вставить youtube с ютуба ролик в комментарии да то есть это можно здесь все организовать переходим обратно настройки то есть я не включаю обычно вот эти биби коды показать оценки давайте поставим нет и посмотрим обновляемся и вот здесь вот где был пальчик вверх вниз теперь они отсутствуют видно да то есть голосование за комментарии конечно же это мы оставим имя автора настоящие или псевдоним псевдоним это логин то есть человека когда регистрируется если у вас там будут поля куда вести логин и настоящее имя то здесь вы можете выбрать что отображать логин или имя дальше стиль стиль отображения списка комментариев плоский список или древовидный ну здесь можете сами посмотреть как вам больше будет нравится например выбирайте древовидный сохраняйтесь и смотрите на комментарии да соответственно у вас тут должно быть хотя бы два комментария то есть самих напишите чтобы посмотреть как все выглядит вот следующий как раз смотрите порядок сортировки последнем начале вот у меня был последние цитаты она выше до стает если вам нужно по-другому то вы делаете вот так последний в конце сохраняемся обновляемся и теперь текст был первый и не живите текст цитаты он становится ниже это видно движемся дальше комментариев на странице смотрите как только на одной странице у вас появится 10 комментариев и 11 комментарий будет перенесен на другую страницу у вас воде снизу появится постраничная навигация когда очень много комментариев не советую ставить больше потому что если вы отключите вообще это опцию поставив 0 или поставить на 50 комментариев то страница это будет дольше грузится лучше оставить 10 и максимальное количество страниц то есть смотрите у нас здесь комментариев 11 делится на вторую страницу и вот если очень много комментариев когда достигнут 15 страниц то скорее всего здесь комментарии больше не смогут оставить пользователи новые как только достигнут этого лимита дальше опция относится к вот этим вот страничкам навигации здесь есть список над списком под списком дублировать то есть где располагать постраничную навигацию но опять же чтобы вам это хорошо понимать вы должны создать например пять комментариев здесь выставить лимит например 4 и посмотреть потом где будут располагаться по странице навигации уже вот здесь вот выбрать так движемся дальше форма добавления комментариев по умолчанию показать скрыть скрыть если есть хотя бы один комментарий что это такое смотрите вот нажимаю скрыть сохраняю обновляю и у нас видите сама форма куда вписывать комментарии она скрыта и есть такая ссылка добавить комментарии если мы кликаем раскрывается форма куда мы можем писать комментарии здесь вы для себя решаете как вам больше нравится я предпочитаю оставлять в раскрытом виде позиция формы после списка комментариев перед списком комментариев то есть вот эта форма который мы скрывали мы можем ее разместить выше написанных комментариев показать правила и здесь указаны группы пользователей то есть публичный для всех и зарегистрированный здесь можно кликнуть в пустом месте в поле и в списке назначить еще какие-то группы пользователей которые будут видеть правила и в сообщении написано в подсказке что текст правил настраивается на закладки сообщения то есть вот эта последняя вкладка сообщения мы до этого дойдем еще и вот оно пошло смотрите поле имя по поле email поле сайт вот поле сайт я вам настоятельно рекомендую отключать эту поле давайте сохранимся объясню почему сейчас я нахожусь на сайте как администратор я сейчас нажму выход чтобы я был как обычный пользователь вот мы с вами отключили поле сайт когда есть поле сайт очень много будет спама потому что люди туда вписывают в это поле сайт свой адрес сайта пишут могут вообще написать какой-то левый комментарий в надежде на то что он будет опубликован просто если он будет действительно опубликован то поисковые системы будет видеть это и будет считаться что вы ссылаетесь на тот сайт который человек указал вот в данном поле сайт то есть для него это хорошо вам для вашего сайта это не очень хорошо то есть не нужно как бы ссылаться на всех подряд в комментариях поэтому это поле лучше отключить она здесь без надобности вам достаточно оставить поле имя и поле email человек можно писать хороший комментарий да и поставить в поле сайт свой сайт поэтому это вообще здесь не нужно отключаем поле сайт и мы избавляемся от головной боли я вам точно говорю ну и соответственно смотрите поле имя отключено то есть можно тоже отключить если вы не хотите чтобы человек вписывал имя то есть упростить форму комментариев или просто сделать необязательным то есть человек по усмотрению может написать имя или нет в любом в любом случае комментарий будет опубликован если выберем необязательный но я вам рекомендую поле имя оставлять обязательное поле email обязательное причем для гостей только да то есть зарегистрированным незачем вписывать он как бы уже авторизован он может беспрепятственно писать сообщение поле сайт отключили поле тема отключено не обязательно обязательно для всех ну можете включить посмотреть что это такое добавляется новое поле как бы заголовок вашего сообщения вот здесь будет еще одно поле счетчик символов давайте сделаем нет чтобы показать где это обновляемся вот здесь вот внизу вы помните здесь был счетчик сколько осталось символов прежде чем мы больше не сможем ничего написать то есть нам даст доступно тысячи символов это прикольная фишка ее лучше конечно оставить и внизу и здесь у нас еще есть captcha так вкладку вид мы закончили переходим права это очень такая важная вкладка здесь когда мы перешли на вкладку права здесь есть вот эти все группы пользователей и вы здесь сами решаете для какой группы пользователей что разрешить по умолчанию здесь в принципе уже все стоит как нужно то есть смотрите вы можете не зарегистрированным пользователям вообще в отключить возможность размещать комментарии вот здесь видите просто сняв галочку и сохранится здесь давайте посмотрим нажимаю сохранить обновляюсь и нету формы комментариев но здесь есть вот такое английское слово позже я вам покажу где здесь можно этот текст сменить на свой здесь можно написать пожалуйста авторизуйтесь прежде чем оставить комментарий то есть вы наверное часто видели такое на сайтах это очень полезная вещь и так я верну галочку и здесь принципе я не вижу смысла вам объяснять каждый пункт здесь просто нужно вот читать и все по-русски наводите мышь есть подсказочка это просто права защита от спамов captcha то есть если вы хотите отключить для незарегистрированных пользователей captcha внизу до который мы заполняли можно даже и здесь отключить но не рекомендую лучше оставить параметры отображения защита email от спам ботов вот эту галочку конечно же вы не снимаете оставляете разрешить теги bb кода тоже смотрите видите разрешить использование тега images вот эти теги сейчас я вам покажу вот вы видите незарегистрированный пользователь может видеть смайлы делать цитату и сделать текст жирным вот это и есть bb коды для незарегистрированных пользователей отключается это вот здесь вот так жирный снимаем галочку он больше не будет показан и так я снял цитата да также вот видите оценка комментариев можно отключить в общем здесь все понятно я думаю здесь вы у вас не будет каких-то трудностей нажимаем сохранить обновляемся и у нас остаются только смайлы ну и соответственно то же самое вы можете проделать например вот для зарегистрированных пользователей может быть что-то включить вам нужно может быть что-то отключить здесь просто нужно читать вот эти все подсказочки переходим дальше ограничение смотрите имя пользователя наводим мыши читаем максимальная длина имени пользователя при превышении этого значения пользователю будет выдано предупреждение да то есть слишком длинно чтобы имя он не задавал минимальная длина комментария вот эта опция очень очень мне нравится если длина комментария меньше данного значения пользователь будет выдано предупреждение люди часто могут просто написать его даже нельзя назвать комментарии могут просто или смайлик поставить или просто написать какой-то текстом из одного слова поэтому здесь можно выставить например 10 символов и все что меньше 10 символов например привет человеку будет выдано сообщение что ваш комментарий слишком короткий то есть чтобы люди писали осмысленные большие комментарии максимальная длина комментариев тысячи это вот как раз это символы который идет отсчет вот здесь вот помните осталось тысячи символов ну думаю здесь этого достаточно но чтобы не были слишком большие комментарии больше тысячи символ разбивка длины слов ну здесь в принципе все понятно сокращать ссылки здесь можно оставить как есть чтобы если ссылка очень длинная да она не была видна вся целиком в тексте комментария интервал между комментариями тоже полезная вещь если очень много народу или могут флудить или слишком часто комментируют да идет задержка в 30 секунд то есть человек оставил комментарий и моментально тут же второй комментарий он не сможет написать пока не пройдет 30 секунд конечно же оставляем разрешить вложенные цитаты ну да в принципе можно разрешить максимальный интервал для склейки комментариев время в секундах в течение которого последовательные комментарии от одного и того же пользователя будут объединены если между ними нет комментария от других пользователей для отключения данной функции установите значение 0 но вот пишет человек такое часто бывает два комментария написал и ему никто не ответил то есть подряд два его комментария склеить ли комментарии или нет стоит 0 ограничения да давайте поставим 10 секунд пускай склеивают его комментарии в один комментарий ну и здесь максимальное количество тоже все понятно до максимальное количество комментариев к объекту после достижения указанного количества комментариев к объекту добавлены новые комментарии будут заблокированы автоматически да ну здесь все понятно здесь стоит без ограничений если нужно то вы здесь внесете изменения проверять уникальность имени да в принципе оставим да использовать список банов список банов позволяет запретить добавление и оценку комментариев для заданных ip адресов пользователей принципе поставим да пускай запрещает список запрещенных имен здесь вы можете вот в этом поле через запятую разместить все слова все имена которые будут запрещены в использовании в поле имя по умолчанию стоит уже администратор модератор вы здесь можете перечислить еще какие-то переходим в следующую вкладку фильтр фильтр нецензурных слов и здесь есть поле для кого применять то есть для какой группы пользователей применять данный фильтр public не зарегистрированный пользователь да можно еще внести для зарегистрированных смотрите что здесь мы делаем искать слова перечислите через запятую слова которые во всех комментариях будет автоматически заменяться на указанный вами текст конечно же это очень полезная вещь ну я не знаю с есть смысл писать здесь выдумывать какие-то слова смотрите лучше оставить пока как есть когда сайта будет обрастать комментариями вы будете очень часто видеть какие-то похожие нехорошие слова вы можете просто оттуда с комментарии их брать чтобы они больше не повторялись не появлялись писать их тут в это поле через запятую и внизу показано на что будет заменяться автоматически данное нехорошее слово указанное вот в этом поле и соответственно здесь вы тоже можете изменить слово например здесь написать что-то по-русски или оставить вот этот цензор да здесь в принципе все понятно следующая вкладка сообщения вот эти поля как раз таки вы должны будете заполнить правила добавления комментариев правила публикации комментариев на сайте если не задано ничего отображаться не будет в тексте правил допускается использование html это значит что вы можете например использовать жирность какой-то цветной текст можно текст подготовить например в менеджере материалов потом html скопировать и вставить здесь сразу вам покажу как вставить html если вы хотите как-то красиво там украсить текст сделать его цветным я воспользуюсь правилами из магазина просто вам покажу да и у нас тут вот редактор не полностью включен я надеюсь вы знаете как это делать вот нет тут не хватает плитки чтобы была возможность для смены цвета я перейду в менеджер плагинов зайду редактор тени мэйс и вот режим редактора возьму расширенный сохранить закрыть джумал касса контент я просто хочу скопировать данные правила из магазина все мы расширили с вами редактор то есть смотрите я выделяют например текст я хочу сделать жирным я хочу указать цвет текста ну например красный возьму вот видите да то есть сейчас я внес ксс стиле для данного текста и я хочу стать html да как там написано то есть вот это есть код html вы отсюда вместе с тегами вот так вот все забираете закрываем переходим в настройки переходим сюда и вот правило добавления комментариев прямо вот так вот это все дело вы вставляете сохранить переходим на сайт обновляемся и вот пожалуйста вы видите да правило комментариев с примененными стилями опубликовываются здесь то же самое вашей задачей будет изменить текст на свой недостаточно прав для комментариев это когда мы с вами не даем возможность писать комментарии не зарегистрированы пользователем да пишите здесь обсуждение закрыто то есть вы можете закрыть обсуждение для какой-то страницы продуктов если какого-то пользователя вы заблокировали например здесь для таких пользователей можно указать вот здесь текст причина блокировки да и так мы с вами просмотрели вкладку настройки давайте просмотрим другие вкладки смайлы но здесь у нас находится смайлы мы можем здесь отключать удалять просматривать смайл у нас папки например загружены смайлы стандартный да ну и при желании здесь можно создать свой смайл да но опять же картинку смайла нужно расположить а в нужную папку на нашем сайте и добавить на новый смайл дальше дополнительные бибикоды у нас тут присутствует здесь я подробно останавливаться не буду список банов здесь будет отображаться список заблокированных пользователей очередь уведомлений очередь уведомлений пуста импорт данных невозможно импортировать комментарии то есть у нас еще есть возможность импортировать комментарии до не обнаружено расширение из которого поддерживается импорт информация о компоненте да то есть здесь идет на английском языке информация о данном компоненте в принципе мы с вами прошли основные настройки компонента комментариев для нашего магазина для нашего сайта на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем и 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